ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ Следовательно, если вы хотите производить фильмы, которые кто-либо покупал, вам надо производить фильмы, которые сразу ориентировались бы на западного зрителя. Там бы вы делали деньги, а здесь же люди сами решали, будут о них смотреть или нет. Я, честно говоря, не вижу никакой проблемы в том, чтобы в Украине производились фильмы для международного рынка. Опять же, это зависит от людей, от их собственной активности, от их предприимчивости. Стоимость производства упала, правильно? Она дешевая техника стоит. Опять же, мы сегодня на другом воркшопе это обсуждали, но мне кажется, что выход из ситуации, работайте на мир, Украина подойдет. Можно вопрос, насколько важен дубляж? Вот, например, если мы снимаем продукт с украинскими актерами, которые говорят на украинском, на русском, может быть часть на английском. Насколько важен дубляж или озвучка для западного зрителя? Ну, во-первых, безусловно, что-то нужно, но для Европы можно дублировать, для Штатов дубляж это смерть, нужны субтитры. Но это технический вопрос, я, честно говоря, уж тем более не вижу проблемы в дубляже этой недорогой продукции. Проблема сделать хорошее кино. С другой стороны, иногда приходится удивляться, почему в Украине не строят больше кинотеатров? Мне, с одной стороны, как бы жалуются, что и те, которые есть, может быть, не наполняют. С другой стороны, когда там в соседней России стали строить много кинотеатров с тем же скепсисом, они весьма неплохо стали заполняться. Бокс-офис рванул очень сильно. Украина совсем не маленькая страна. 43-45 миллионов населения. Вы многократно больше. Ирландии, Голландии, Дании. А кинематографов у вас меньше. Почему? Ну, безусловно, проблемы с образованием, но мне кажется, что если какая-то будет подниматься, какая-то новая гильдия, новое поколение начнете снимать, вас начнут смотреть, камеры. Ну, послушайте, просто я уже устал, я уже трошки устал слушать про эти проблемы с образованием. Послушайте, проблема с образованием, смотрите, проблема с образованием, тогда, как вы думаете, куда выходят образованные люди, куда им выйти? И как те образованные люди? Попробуйте просто, если даже вы приехали из-за рубежа, попробуйте просто работать только с украинской компанией и только с украинскими деньгами. Попробуйте поставить себя в положение человека, который не имеет возможности работать с иностранными деньгами Это в принципе начинающий украинский продюсер А при чем с образованием? Так вот и я вас спрашиваю, при чем тут образование? Человек с хорошим образованием выходит в несуществующую индустрию Послушайте, при чем тут образование? Я вам объясню Нет законодательной базы Вот я вам сейчас объясню Нет законодательной базы Как вы... подождите, смотрите, элементарная вещь, даже того же Скормана Как элементарно построить прокат Например, те же ребята, которые захотят прокатать этот фильм в любом кинотеатре Они должны пройти что? Они должны комиссию пройти в Минкульте Для чего? Для получения прокатного посвящения Окей, сегодня век интернета Я могу лично в течение дня скачать вам пятилетний курс вашего образования по интернету Например, сюда приехал Лаки Маки, да? И здесь люди ходили и платили большие деньги Скачайте тексты Сида Филда, которые популярнее, чем Лаки Маки, который считается отцом написания сценариев Бесплатно у вас это завтра есть Люди, которые хотят получать образование, с одной стороны находят С другой стороны, я все равно не понял этот угол даже беседы Ну, позвольте все-таки, да? Договорю, не надо меня пригодать Ну, понимаешь, в чем дело? Просто элементарно Плохие преподаватели Я не знаю А вы спрятали хоть раз на одной лекции? Это стена непонимания сейчас возникла, я считаю А что, хорошее образование? О чем спорим? Нет, смотрите, мы спорим Возвращаем на образование? Нет, смотрите, я не защищаю Нет, я не защищаю Смотрите, я просто, послушайте Вопрос в том Вот я просто Вот, смотрите, вот вопрос Человек, вот люди, выпускники, да? Например Теперь, скажите, куда выходят выпускники? Кто, ну, там, кто знает, куда выходят выпускники? Я не в том Вы не поняли просто аспекта В чем я защищаю Даже человек Нельзя, нельзя выйти в никуда Понимаете? Нет, нет, совершенно неправильный подход Нет Дело в том, что кино, независимое кино Человек может выйти, снять сам Я сегодня потратил кучу времени Уговорил людей, что они могут за копейки снять кино И они за копейки могут снять кино Если они знают как Ничего им не нужно Люди создают киноиндустрию с нуля Ее создали в Америке Ее создали в Европе Ее можно сделать в Украине Не надо идти на все готовое Что, как же так? Вот тогда мы будем учиться Вот тогда мы будем заботиться образований Когда у нас будет кто-то Кто будет нас куда-то там нанимать И что-то делать А киноиндустрию вы можете создать Это было сделано в других странах Это крупная страна Это масса талантливых людей Вот когда появятся хорошие фильмы Тогда их начнут покупать А не наоборот Не то, что люди будут Мы будем покупать Если будут Ну, вы понимаете, очень простая вещь, да? Сначала создаете продукт Потом оказывается, что его покупают Ну вот смотрите Сейчас Сейчас сделали два альманаха, да? Достаточно неплохих альманаха Украина гудбай Ему такие арабецкие, да? Это плохие альманахи Ну пусть будут плохие Ладно, разные Пусть хорошо Пусть будут плохие альманахи Кто смотрит альманахи? Ну, послушайте Это Давайте, если вы хотите То я могу их сейчас Прямо сейчас при вас записать Разновидность трэша Да? Окей Вы хотите так? Это чтобы это звучало? Нет, мы говорим, что я хочу Нет, ну смотрите Они нашли дистрибьютора Просто, да? Но эти люди Не могут заработать Больше ста тысяч гривен А сто тысяч И эти люди В основном снимали За свои деньги Вкладывая Потому что они не туда продают Потому что эти картины Никто не будет смотреть на Западе А надо делать картины сразу Которые можно продать на Запад Это можно И можно прекрасно Сделать картину Которую сто миллионов долларов продать Как делают молодые американские сопливые мальчишки За 50 тысяч долларов Некоторые за 5 тысяч долларов И потом эти картины делают 340 миллионов 100 миллионов 30 миллионов Что останавливает? Ну конкретно Ну правда Потому что никто не знает Что это делает Окей У нас есть эксперт Для этого у нас здесь фестиваль Для этого мы привозим людей Которые знают Как делать кино Как его продавать Хотите пожалуйста На наши воркшопы Мы хотим развивать Мы говорим об этом в посольстве Американском И я говорю об этом с разными Ну как бы Мы только начинаем Мы постараемся помочь С образованием Украине Мы будем стараться Потому что Я не хочу этого слышать Насчет образования Почему? Это стена непонимания Давайте ее не развивать больше Это просто сейчас Развитие киноинженрии Это очень сложно Не хотите хорошее образование? Что вас возмущает? Это просто только ваше видение Это ваше видение Это ваше видение развития Есть еще много видений развития Я считаю life Из плохих образований Отключите Леви Удачи Это мы Видите черный Давайте не будем refugees У нас нормальное образование, отлично монахи снимают. Украина, Грутбайн, название соответствует. Давайте дальше. Пошутили? Давайте о Роджере Корма, дайте этому человеку с камерой микрофон. Ну тогда, это же дискуссия, вот мы тут дискуссируем по полному. Там что-то невменяемая женщина какая-то, что-то кричит, что-то слышно. Вопрос, вопрос, вопрос. Все-все, чур не драться, все-все. У меня вопрос. Если честно, я бы очень хотелось бы услышать о Роджере Кормана, если бы вы работали с ним. Хотелось бы узнать, как он выстраивает свою работу, если бы вы были исполнительным продюсером, да, какие задачи он перед вами ставил. Читает ли он все сценарии, которые продюсировал, да? Принимает ли окончательный монтаж? Вот можете немножко рассказать о его работе? Да, ну я постараюсь, поскольку мы много видели, да, постараюсь балансировать с тем, что вы видели. Прежде всего, он очень упрямый человек. И одно из его замечательных качеств, он просто вот как двигающий поезд, или как описал его по моему жена, да, собаки лают, и караван идет. Он как караван. Он не ищет никаких экскьюзов, не ищет никаких способов объяснить, почему не получается. Это сложно, то сложно это. Он просто идет и снимает. Например, одну из своих первых картин, которая оказалась одной из самых успешных, который называл Little Shop of Horrors, маленький магазинчик ужасов. Знаете, как он его снял? Он в этот момент работал на картине, на какой-то, на совершенно какой-то маленькой позиции, может не продакшен ассистем, но какая-то очень низкая. И там был построен киносет, да, ну то есть декорация. Так вот ночью он эту декорацию использовал, чтобы снимать свое кино. Не имея на это никакого права, но сделал потрясающую картину. При этом картина заняла снять две ночи, один день, полометражное кино, попало в Книгу рекордов Гиннеза. Это была третья роль Джека Николсона, который в этот момент работал у него сценаристом. У него не хватало найти достаточное количество актеров, он всех в подряд оставлял играть. И Джеку Николсона случилось попасть туда. Поэтому, на самом деле, так, ну трогательного признательного, что Горман, на самом деле, вот, нашел и поднял. И вот этот человек, который просто пояс, ну не мой прекрасный вкус, вы слышали от человека, который привез Ингвара Беркмана, да, устроил прокат в США. И когда ты с ним общаешься, он очень конкретный, очень no-nonsense. Вот время, это я сделаю, это тебе надо сделать. Очень часто его заявления были, они очень такие. Так, мало секса, больше секса, больше крови. Он в монтаж влезает, сценарий читает, но при этом очень важная черта, при этом при всем он здорово делегирует. Как только вот он тебе что-то отдал, все там, типа, ты... Он потом, может, влезет и помешает, но он отдаст тебе возможность сделать твою работу, но помешает, в смысле, вложит, улучшит. Но при этом, за что его так любят? За что к нему такое безумное уважение? То есть он нашел безумное количество людей и дал им шанс. И он влезал своим носом и пальцем в их дела постоянно. Но, тем не менее, он дал возможность им работать, и потом, может быть, влезал совсем немножко, а может быть, полностью переделал. А бывало такое, чтобы он повышал голос? Вот было абсолютно требуемо? Потому что на экране вот выглядит совершенно другим человеком. Я с ним работал всего на двух фильмах. При мне такого не было, но он очень жесткий человек. Ну, то есть, в этом смысле, вот так и все. Раз и все. Он у меня заказал сценарий написать после того, как он... После того, как я, как бы, спортистировал вот эту первую картину, да? Принял сценарий? А? Принял сценарий. Принял, все по-разному, было очень смешно. Ну, то есть, вот я приведу примеры изменений. Там у меня было дуванчиковое вино, он сказал, пусть будет Брэнди. Я сказал, ну, это фантазия, Брэнди – это типа коньяк, его еще не изобрели, согласно времени. Он говорит, мне наплевать, пусть будет Брэнди. Люди себя с этим ассоциируют. Значит, мы снимаем фильм о времени, когда еще во Франции Людовик XIV, и как бы его пора еще не создали коньяк, да? Тем более, что не появился Брэнди, который, как бы, вариант этого. Но он хочет, чтобы был фильм Брэнди, был Брэнди фильм. Главное – решительность. Он не боялся делать ошибки. И, мне кажется, эта решительность очень нужна сегодня кинематографистам Украины. Вот это великолепный подход – идти и делать, любить идти и делать, и снимать. И, опять же, я абсолютно уверен, что, если над этим работает особенно, я, опять же, не уверен, как у вас устроено это, ни одна группа людей, а будете давать больше шансов праздновать, пойдут и шедевры. Слушайте, вот у меня еще сейчас такой конкретный вопрос, да? Вот, например, у нас еще в чем проблема? Те люди, которые заканчивают всякие учебные заведения, они идут и понимают, что они этим будут зарабатывать на хлеб, вот они и закончили. А у нас там все кто чем занимается. Кто-то там столяр, и он снимает там кино, кто-то там свадьбы бегает по субботам, снимает, а потом ночью трэш и все такое, да. В общем, я хотел спросить. Смотрите, вот, например, сняли мы трейлер, например, к фильму, да, чтобы показать, что мы можем вот такую. Ну и написали, например, сценарий. Куда идут? Вот кто у меня будет покупать и снимать сейчас в Украине, я из 3D? Я не совсем сценария понимаю. Правильно, а то никуда не денешься. Некоторые люди сегодня попали на мой воркшоп, и на этом воркшопе я пытался объяснить, что именно, поскольку вам-то денег на самом деле никто не даст, у нас вероятность очень низкая, и действительно существует только TV-индустрия, которая достаточно приличная здесь, да, а нет ни проката, нет никакого серьезного возможностей. Эти возможности создаются. Вы, как украинцы, которые с очень слабой киноиндустрией и с кучей талантов, совершенно не в уникальной ситуации. В вашей ситуации была куча разных стран в разное время. Просто вопрос, кто из вас окажется теми лидерами, которые для вас построят. Сначала создается продукт, потом он продается. Никогда нет такого, что есть рынок, который безумно ждет продукт, и потом в качестве одолжения кто-то начинает делать продукт. Можно параллельно и продукт делать, где рынок? Ну, понимаешь, на самом деле у вас сложная ситуация. Это правда. Но из нее еще нормальный прямолинейный выход. И прямолинейный выход – это идти и делать. Образование можно самому образовываться, можно искать, когда кто-то поможет. Есть люди, которые рады помочь. Мы, как фестиваль, будем стараться помогать. Есть другие образовательные, посольские какие-то программы. Я уверен, я и еще несколько людей, мы стараемся что-то сделать. Но в конечном итоге Берден – ответственность на вас. И говоря о вас, я предполагаю, что многие из вас хотят делать фильмы или делают. И я рад видеть, что кто-то делает, да? Слушайте, так что, я говорю своим столярам и свадебным видеооператорам, что мы бросаем работу и снимаем полнометражный фильм. Нет, пусть работу ни в коем случае не бросают. Потому что они остаются без штанов. Серьезно, надо сначала снять полнометражный фильм. Потому что я поназвал кучу фильмов. Это у нас все до полчаса, на самом деле. Конечно, это продаваемый продукт. Получасовку никто не купит или не заплатит. Да, то есть все-таки надо снять целый общий фильм, да? Ну, как Роджер Корман снимал, в том числе, ужасные, кошмарные фильмы. В том числе, они были очень хорошие. Просто они были ан-эвен. Лично он, как режиссер, кстати, был очень талантливый режиссер. Но когда он давал вот этому полю кинематографистам экспериментировать, это кошмарный фильм. Невозможно себе представить, что это такое. Но, таки, секс, таки, кровь. Подростки всего мира это любят. При этом кусок Америки, да? Экзоты где-то в середине ночи, в каналах в четверти стран земного шара, это играет. И за это платят деньги. За это, может, не платят 50 тысяч долларов. За это в какой царе платят 300 долларов, какой-то тысячу, какой-то 5 тысяч на фильм. А вместе складывается и набирается. Законченный фильм, давай. Можно вопрос. Значит, у меня, на самом деле, два вопроса. Первый. Как вы относитесь к жанру mockumentary, который в последние годы очень сильно взлетел, ну, по крайней мере, по продакшену. То есть, он очень много фильмов выпускается. С коммерческой точки зрения. И второй вопрос. Насколько привязан рейтинг и МДБ, ресурсов, знаете, какой-то, да? К окупаемости продукта. Например, 2,3 или 5,6. То есть, возможно, есть какая-то связь или ее нет? Она есть, но она вторичная. АМДБ – это просто рейтинг, который есть. Это пользователи. Это не критики, это не покупатели. Это пользователи АМДБ. Залез и посмотрел, что это за фильм. То есть, показывает интерес. Конечно, он коррелирует. Чем крупнее и интереснее фильм, будет больше рейтинг. И, следовательно, логично и обычно больше доход. Не всегда на 100%, но обычно. А какая первая часть была вопроса? Mockumentary. А, Mockumentary? Да. Ну, что, популярный жанр. Немножко с ним перебабахали, по-моему. Немножко было слишком много. Мне кажется, люди уже устают в какой-то момент. А вот с коммерческой точки зрения, то, что бюджеты там очень маленькие, насколько я знаю. Ну, они не наделали кучу денег. Просто в какой-то момент их стало слишком много. Это жанр, который бесконечно делают в Mockumentary. Люди просто устают и прекращают смотреть. Я думаю, что можно делать. Просто с какой-то высокой популярностью. Я просто объясню. Этот товарищ тоже режиссер. И вот мы просто... У нас нет денег, чтобы прийти на ваш вот этот мастер-класс. Понимаете? Мы пытаемся сейчас узнать, как бы нам... Что там снимать. Ушел без плак. А, да? Блин. Значит, мы протыкали. Ну, в общем, мы не знаем, что там снимать дальше. Вот, то есть, пока 10 баксов на YouTube не очень греет душу. Давайте следующий вопрос. Определитесь. Вы это снимаете за деньги или потому, что вы не можете этого не делать? Вот тогда у вас будет счастье, золотая середина. Вы определитесь. Мы уже давно делаем это, потому что мы больше ничего в этой жизни не умеем. Вы так понимаете? Это вообще. Если фильм классный, то его едят перегоны. Понимаете? У нас вложение. Всё. Давайте вопрос. Добрый день, Юджин. У меня два вопроса. Украинское, понимаете? А? Средненькое. Хорошо. Хорошо. Один вопрос, скорее, из области личных впечатлений. Ну, вот, вы поработали. Может, вы Кормана не так хорошо знаете. Но, действительно, интересно там замечание в фильме, что он так и остался в школе, как бы не вышел. В колледж не вышел, в аспирантуру, ну, условно говоря. Ведь, действительно, то, что показывают и то, что известные, более известные фильмы, это фильмы, вот, то, что он особенно в 60-70 снимал. Некоторые из них, ну, на грани с выдающимися. Да. Почему он так и остался вот таким вот, вот, собственно говоря, таким, как бы, ну, великим мусорщиком-кинематографом, вместо того, чтобы стать просто великим кинематографистом? Ведь он был, действительно, все, несколько раз буквально в одном шаге от того, чтобы стать великим. Это первая часть вопроса. А, окей, ну, например, во Франции его признали великим, он получил этот Legion of the Art, как-то высшая награда во Франции достижения в искусстве. И в Америке он получил овскоро, поэтому, на самом деле, он не является частью проекта. Но это вы говорите, скорее, о таком, что ли, социальном признании, уже о награде. Но вот почему вот, да? Нет, во Франции он получил, кстати, давно во Франции в чистом виде за режиссерскую работу. Но я, я сейчас, я ответил на эту часть вопроса. Да, то есть, что ему вмешалось, это удовольствоваться на качестве вместо количества. Вот, да, вот, вот так вот. Мне кажется, что он, на самом деле, большой ребенок. И он пришел в кино, кстати, так же, вот, как и я пришел в кино, ну, по-разному, но я имею в виду вот внутри, душевно. Я по образованию нейрофизиолог. Я вообще заработал в госпитале, когда решил заниматься кино в Нью-Йорке, как бы, все это бросил и пошел заниматься любимым делом. Мне кажется, что самые яркие моменты моей жизни, которые вот я просто могу вспомнить, это каждый раз, когда я снимал кино. Ты снимаешь кино, это тяжело, это непросто, тебе надо рано вставать. А я поздняя птица, я не люблю рано вставать. Поэтому я поздно ложился спать и при этом еще рано подниматься. Это еще три месяца подряд. И всегда сложности, и всегда ты дико волнуешься, на что-то нет денег. Поэтому это очень сложный процесс. Но я более счастливых моментов в своей жизни, периодов, я не могу вспомнить. Каждый раз съемка для меня, после счастья погружаясь в какую-то эту продакшн-нирвану, он испытывает то же самое, даже видно, это читается. Ему нравится быть на площадке, ему нравится этим управлять, у него глаза горят. И это настолько здорово, счастливые женщины, и взрывы, и вот это вот. И он снимает, он руководит, он идет вперед, и у него это получается, у него это легко, из него это льется легко. Мне кажется, что это причина почему. И плюс, на самом деле, он в душе очень молодой, он любит работать с молодежью, а ведь голливудское кино и более серьезное кино совершенно другое. Оно работает по другим принципам. У тебя есть ноутс, на тебе сидят executives, они из тебя выкручивают душу, у тебя сто раз переписывают твой сценарий. Корман пробовал работать с голливудской системой, и, в общем-то, ему это не очень понравилось, потому что вместо того где-то тут он полный хозяин, король делает что хочет и при этом зарабатывает деньги. он мультимиллионер. А в голливудской системе над ним сидел бы ряд человеков со студией, они писали бы ноутс, и они ему говорили как монтировать, и ему не нравилось. Ему нравятся независимые кино, и куча молодежи восторженной, которая смотрит на него заслуженно. Ну да.